Приветствую всех любителей лего анимации и лего и лего совместимых конструкторов на моем канале. Меня зовут Дмитрий и добро пожаловать на канал Лего Крэйзи Моушн, где мы и обсуждаем все вышеперечисленные конструкторы и лего анимацию. Так, значит, первая новость. Мультфильм, приключения Кондора, очередная серия, не помню какая по счету. Наконец-то я ее сегодня доснял. Наконец-то я ее сегодня доснял. Сделал последний кадр. У меня уже, можно сказать, камень с души упал или откуда-то там, в общем, откуда-то камень у меня упал. Мне стало намного легче. Осталось только монтаж-озвучка. Слова я сейчас пишу для людей, которые мне помогут, надеюсь. И, ну, верю, что в скором времени мультфильм уже появится на, хотел сказать, на голубых экранах, но, нет, больше только на Ютубе. И, соответственно, следующий мультфильм после Кондора будет Сталкер. Теперь еще несколько слов о будущих обзорах, которые я покажу уже после того, как вернусь из отпуска. Да-да, скоро я наконец-то улетаю в отпуск, немножко отдохну и с новыми силами потом продолжу все делать. Но небольшой анонсик наборов, которые будут после моего возвращения. Я нашел очень интересные спортивные наборы. Значит, это фирма... Так, вот что-то упало. Значит, фирма Ойо, которая делает спортивные наборы по хоккею, по американскому футболу и по бейстболу. Мне понравились у них... У них есть хоккейные такие стадионы большие. Я взял небольшой маленький, называется backyard ring, то есть, как бы, ринг на заднем дворе, как в Америке, в Канаде часто делают, на заднем дворе дома заливают каток. И вот это типа вот такой backyard ring, где два человека катаются и практикуются. Вот, посмотрим, что это за набор Ойо сертифицированный NHL. Также к этому набору, к этому рингу я взял Николас Бэкстром. Ну, кто увлекается хоккеем, я думаю, те поймут, о ком я говорю. Дмитрий Орлов. В общем, это Вашингтон, за который многие болеют, Том Уилсон. И, конечно же, где он тут еще? Так, Евгений Кузнецов у меня есть. А, ну и, конечно же, Алекс Овечкин. Все эти фигурки мы посмотрим, и они вроде как все лего совместимые. Надеюсь, что... Ну, помните, да, я говорил, планирую мультфильм про хоккей. Вот я постепенно готовлюсь. На этом спортивная страничка не закончится, и после возвращения еще вас ждет обзор на одну фирму, которую я, собственно, сам только недавно узнал. Она занимается баскетболом и рестлингом. Вот я взял набор по рестлингу. Когда я просматриваю новостную ленту своих подписчиков, я часто вижу фотографии и какие-то видео из мира рестлинга. Я так понимаю, что фанатов этого вида спорта или этого шоу, не знаю, как правильно назвать, много, поэтому я достал. Как мне кажется, очень крутой по вам... Так, сейчас в кадр шоу вместился. Очень крутой набор под названием Stackdown. W Stackdown, не знаю, что это значит. Короче, набор про рестлинг. Здесь у нас фигурка будет Джона Сины. Мисс, не знаю, кто это такой. И будет судья. То есть три фигурки. Фигурки очень странные, как я погляжу. Это и не Мегаблокс, и не Лего. Это что-то такое свое, очень странное, вычурно-извращенное. Ну, это все мы будем смотреть, в общем, ну, не знаю, визуально наборчик очень яркий и прикольный. Будем смотреть это уже после моего возвращения. Так, я уронил танк Т-34 от города мастеров, который мы тоже как-нибудь посмотрим. Ну, а теперь переходим к нашим баранам. Значит, тема сегодняшнего выпуска. У меня скопилось большое количество пакетов с Алиэкспресс. Вы просите покупать разные наборы, разные сеты. Я покупаю. Времени обозревать нет, потому что все уходит на мультики. Долго нудно я их делаю. Теряю время, пакеты приходят и копятся. В итоге у меня скопилось около десятка больших пакетов с Алиэкспресс. Я уже сам не помню, что там. Я решил некую такую интригу внести. И в группе ВКонтакте выложил фотографии пакетов. Попросил проголосовать. За какой пакет больше всего голосов, тот пакет и открываю. Победителем оказался вот этот вот пакет. Я так подозреваю, что все, ну, по комментариям, все ждут танк. Действительно, я купил несколько танков. И Панцер 2, и Тигр, и Королевский Тигр. Вот, ждем танки. Но, ребят, спешу вас укорчить. Это оказался, скорее всего, не танк. Я, кажется, понял, что это такое. Второй по популярности пакет был вот этот. Он больше, мощнее, реально похож на пакет марихуаны. Давайте так, сейчас мы откроем вот этот пакет. Посмотрим, что там. Сделаем небольшой обзорчик. А потом, на прощание, так как этот пакет набрал второе количество голосов, ну, второе место по голосам, я его вскрою и покажу, что там. Это будет следующий обзор на Алиэкспресс. Так, вскрываем пока первый пакет и смотрим. Так, ну вот, я его разрезал и должен сказать, что я вообще не представляю, зачем я это купил. То есть, очевидно, что просто получил я несколько письм от подписчиков, типа, смотри, какую клевую штуку шнягу продают на Алиэкспрессе, купи и покажи. Ну, я что-то повелся, как, вот, не знаю кто, и купил. Теперь не знаю, что с этим делать. Это, в итоге, у нас китайские супергерои на мотоциклах. Так, здесь вообще только один мотоцикл. И здесь один мотоцикл, причем с эмблемой Зимнего Солдата. Здесь мотоцикл с черепом, а где супергерои? А, вот, это вроде Найтвинг. Мотоцикл Бэтмена. Короче, сейчас посмотрим, что это за ерунда такая. Ну что, собрал. Наслаждайтесь внешним видом. Я насладился, пока собирал. Я не знаю, кто тот человек, который мне посоветовал купить этот набор, но мне кажется, что он желал мне зла. Или он работал на китайскую промышленность. И он просто обзванивает или, не знаю, пишет всем блогерам и говорит, купите, пожалуйста, вот этот сет, покажите. На самом деле, ему до лампочки. У него задача просто продать хотя бы 2-3 сета таких вот в месяц. Большего отстоя из Китая с Алиэкспресса я никогда не покупал. Это просто самый вот гадкий сет, который только есть. Ребята, вот запомните его, я сейчас покажу его. И никогда в жизни даже не смотрите в его сторону. Здесь какая-то адская смесь из типа супергероев и непонятно еще чего. Начнем с того, что у меня в наборе оказался длинный черный волос. Блин, вот какая-то лысеющая китаянка, которая, видимо, комплектовала этот сет. Она еще, видимо, из своей ДНК разбрасывает по всему миру. О, типа, круто, пакет в России идет, дай-ка я туда отправлю свои волосы. Выдернула и отправила. Дальше. Качество каждого отдельно аксессуара и в целом просто настолько низкое и настолько убогое. Даже по подставке, вот одна из подставок для мотоцикла, можно видеть, что собирался этот сет бедными голодными китайцами. Они пытались жрать даже пластмассу. Видимо, зубы у них хорошие. И аппетит тоже. Потому что, ну, так прогрызть я бы не смог. И примерно вот такие же следы можно найти на всех остальных пластинках, деталях. Ну, давайте, пластинки бог с ними. Череп в белом костюме. Я не знаю, кто это. Видимо, какой-то очередной суперзлодей-супергерой. Но так, навскидку, мне в голову ничего не приходит. Однако, у него не до конца, не знаю, видно или нет, у него не до конца выплавлена часть для руки. Поэтому рука в комплекте есть, а вставить её физически невозможно. То есть, вот этот белый штрёк просто тупо туда не заходит. И эту пластмассу силой не продавить. Снизу до неё тоже не дотянуться. Короче, тут вариант такой, либо брать отвертку и ковырять, либо срезать вот этот пупырышек и на клей, либо на пластилин сажать руку этому скелету. В отличие от других фигурок, здесь хоть торсик, более-менее ничего. Хотя, вот я вижу, тут тоже краска местами поплыла. И, в принципе, рисунок зернистый. То есть, очень низкое качество печати. Принц с обеих сторон. Но, как бы, для фигурки это... Ну, эту фигурку не спасает. Череп хороший. Череп, наверное, я сниму. Где-нибудь, может быть, буду использовать. А всё остальное, похоже, пойдёт в утиль. Потому что даже костюм из-за руки я использовать не могу. Так, это у нас первая фигурка. Она ещё и абсолютно гадко становится. Вообще, еле-еле на штырьки леговские. Следующая фигурка. Зимний солдат. Зимний солдат обладает очень прикольной снайперской винтовкой. Вот за это спасибо. Не с очень хорошей детализацией. Но сама винтовка мне нравится. Вообще, все детали, такое ощущение, как будто они страшно бушные, потёртые. Немножко поюзные. У зимнего солдата блеклый торсик. Очень-очень блеклый, плохой принт. Некачественный. Такое ощущение, как будто на домашнем каком-то принтере делали. И всё, повторюсь, какое-то, как будто выцветшее на солнце, что ли. Прям очень плохой качественный. Даже пластик сам по себе, вот в руках я его держу, он как будто такой зернистый. И, кстати, этот пакет китайский за долгое время начал вонять. То есть я открыл пакет, высыпал эти детали и пошёл запах пластика. Совершенно гадкий. Такого давно уже не было. Я вот не знаю, ссылку оставлять на набор, чтобы вы хоть знали, что это вообще нельзя даже близко подходить к нему. Или сразу не оставлять, чтобы придать забвению. Так, зимний солдат. Волосы с большими заусенцами, тоже местами вот где-то прям вот скошенные куски пластика. Совершенно по-уродливому сделано. Очень некачественные волосы, очень некачественные фигурки. Вообще некачественное – это полноценное описание этого набора. Вы даже не представляете, как я сейчас себя сдерживаю, чтобы не начать давать взрослую характеристику этого набора. Знаю, что меня смотрит большое количество детей. Напоминает мне это один анекдот. Как два электрика пришли в детский сад менять проводку. И через какое-то время все дети заговорили матом. И преподаватели, воспитатели побежали к этим электрикам и спросили их, а вы случайно при детях не ругались матом? И один из электриков говорит, что вы, Марья Сергеевна, как мы можем ругаться матом? Когда я стоял внизу, а мой коллега был наверху, и он там что-то паял, и раскаленное олово капало мне за шиворот, я ему говорю, Виталий, пожалуйста, не капай мне раскаленным оловом за шиворот, мне неприятно. Поэтому, конечно, у меня такой же случай. Я себя очень сдерживаю и очень культурно пытаюсь говорить. Так, следующая фигурка. Это у нас кто-то из щита. Какая-то обезличенная, я так понимаю, фигурка. Блеклый, опять-таки, принт. Причем, если присмотреться, где-то двоятся линии, как будто печать сошла. Ноги очень странные. Левая, правая нога, вернее, очень туго ходит, а левая очень так расхлябана, очень легко. Левая рука очень тяжело, правая рука тоже тяжело. Тяжело, это ладно. Бэтмен. Жизнь не пощадила и его. Я не знаю, как ты попал в эту компанию, к зимнему солдату и агенту щита. Плащ. Плащ воняет неимоверно. Очень плотный плащ. Вот такая голова Бэтмена. Принт у Бэтмена. Блин, даже стыдно это называть Бэтменом. Все те же самые претензии. Воняет. Детали плохого качества. Принты блеклые, некачественные. Но Бэтмен, если плащ снять, плащ как будто даже такой липкий немножко на ощупь. Так, четвертая фигурка, это Бэтмен. Шварц. Шварценеггер. Не спрашивайте, что Шварценеггер делает. В этой компании. Тут, блин, зимний солдат, агент щита, Бэтмен и Шварценеггер. Какой-то полный паноптикум. Наркоманы собирали этот сет. Ты втираешь мне какую-то дичь. И у нас, значит, идет Шварц с каким-то дробовиком. Дробовичок не ничего такой симпатичный. Пусть будет. А сам Шварц, ну да, китайцы его не пощадили. Во-первых, волосы на нем не держатся вообще никак. Нет, ладно, как-то держатся. Но совсем очень-очень слабо. Тут некачественная дырка на парике совпадает с некачественной дыркой на голове. В общем, удачно совпало. И две некачественные дырки плохо держатся. Вот почему вообще никак. Ножки ужасно-ужасно, совершенно расхлябанные. То есть, стоять фигурка практически не может. И под весом, собственно, тела будет все время куда-нибудь наклоняться. Руки держатся очень крепко. И принт на торсике. Какая-то типа кожаная куртка. Претензии все те же. Сделано ужасно. Еще один китайский волос, блин. Какая-то зеленая тварь. Смесь Халка со змеей или ящерицей. Честно говоря, я не могу вспомнить, что это за герой. Но это одна из, можно сказать, самых качественных фигурок. Здесь даже принт более-менее такой яркий, четкий. Ноги немножко расхлябанные. Но тут уже даже по сравнению с остальными это еще ничего. Вот. Как бы... Просто напишите мне, кто это. Если в курсе, мне лень лезть на сайт, смотреть, что это за фигня. Вот. Какая-то зеленая ящерица. Смесь Халка с непонятно чем. Так. И еще у меня... А, две фигурки осталось. Значит, остался Робин или Найт Винг. Был бы неплохой принт, если бы был бы качественным и видно. Значит, ноги такие же расхлябанные. Очень плохо держатся. В топку сразу пойдут. И кроме Робина у нас еще есть какой-то тоже шкет непонятный с дубинкой. Тоже плащик совершенно дурацкий. Из плотного... Кожа, не кожа. Может, китайцы куда-то порезали на... Не знаю. Зарплату лишнюю попросил добавки. Его порезали на плащи. И у нас... Короче, тоже не знаю, кто это. Фиолетовый торсик. Красные глаза. Коричневые волосы. Вот у меня в голову сейчас никто не приходит. Короче, если есть идеи, напишите, кто это может быть тоже. Так, и эти все, с вашего позволения, супергерои, суперзлодеи, они еще идут на мотоциклах здесь. Мотоциклы типа именные. Вот, например, у нашего товарища с черепом. Мотоцикл с черепом. Мотоциклы все ужасные. Переднее колесо не держит практически ни один. Они не сходятся до конца и плохо держат переднее колесо. Всего один мотоцикл оказался качественный по сборке. Плюс, все детали, опять повторюсь, потертые, поцарапанные и как будто в отпечатках пальцев. Как будто, я не знаю, уже кто-то в них активно играл с целью поломать. А потом решил вернуть, написав жалобу. Местами где-то здесь скошено... И даже шины потертые местами. То есть, я не понимаю, как вообще, где это, как это можно было произвести такое. Мотоцикл Бэтмена. Блеклый рисунок, выцветший на солнце. Также, вот видите, переднее колесо, которое фактически не держится. С одной стороны вставляется, а с другой стороны в любой момент, вот, видите. Вот, вставляется, вынимается вообще, как нифиг делать. То есть, совершенно отвратительный мотоцикл по качеству. Дальше. Мотоцикл Терминатор Дженезис. На этом его бонусы заканчиваются. Только надпись. Но, вот, как они умудрялись сделать мотоцикл вот такие вот скошенные, покусанные, порезанные. Вот, просто с кусками пластмассы торчащие. Причем, по-моему, достаточно острые. Ну, ладно, это отломается. Криворукие китайцы, блин. Это просто позорище, а не сет. Мотоцикл Зимнего Солдата. Все то же самое. Переднее колесо плохо держится. Потертый грязный пластик. Мотоцикл DC. Вот DC, я подозреваю, что это вот как раз вот этого зеленого звероящера непонятного. Мотоцикл Робина. Так, что-то здесь передним колесом даже еще хуже, чем обычно. И вообще выпадает, не держится с одной стороны. Это у нас мотоцикл. Так, как будто карточная черви или пики. И, видимо, это вот его. Тут то же самое. Скошенный, грязный. Господи, мне квартиру кипятить не придется, хоть после них. И последний, слава богу, последний мотоцикл. Заканчиваем наш обзор. А, у этого мотоцикла, вернее, у колеса, с одной стороны, в принципе, отломана выступающая часть. Поэтому его зацепить невозможно. Так что будем считать, что одно колесо отсутствует. Зато можно, не знаю, как будто поворот. Как будто мотоцикл все время на поворот идет. Ну что, тот человек, который попросил меня купить этот набор и посмотреть. Ты доволен, этот человек? Вот, я угробил время, запахи в квартире и, не знаю, свои положительные эмоции тоже угробил вместе с этим набором. После этого сейчас придется идти и нутеллу есть ложкой, приходить в себя. Отстой в чистом виде, как он есть. Ни в коем случае не покупайте, ссылку я оставлять не буду, забудьте просто. Я оставлю, наверное, пару лиц, пару вещей, вот это оружие, а все остальное, наверное, пойдет куда-нибудь в помойку. Ну и последнее, что я хочу показать, это пакет, который занял второе место по опросам. Давайте я его вскрою сейчас, и вы узнаете, какой обзор будет следующий из китайского Алиэкспресса. Да, это у нас танк, и судя по всему, я не могу понять, то ли Тигр, то ли Панзер 2. Тигр, все, это Тигр. Итак, товарищи, следующий обзор из китайского у нас будет на Тигр, который они сделали вроде как сами по своей схеме, без того, чтобы стырить инструкцию у Брикмании, наверное. Он у них продавался, на самом деле, еще даже до Брикмании. Ну что, с Тигром осталось потерпеть еще чуть-чуть, зная, что как раз-то его хотели посмотреть многие, скоро будет. Ну а теперь, прошу прощения, мне надо пойти проветрить комнату, помыть руки, себя помыть, квартиру помыть, и вообще отойти от этого обзора. Спасибо, что посмотрели. В следующий раз, когда будете выбирать какие-нибудь товары на Алиэкспресс, подбирайте что-нибудь получше, чем вот это вот. Ну и продолжайте смотреть канал Олег Крэзи Моушен, мультфильм уже на подходе. До новых встреч, счастливо, пока! Олег Крэзи Моушен